Система здравоохранения продолжает процесс трансформации. Внедряются передовые технологии, которые в частности позволили достичь серьезных результатов в лечении детей с онкогематологическими заболеваниями. Репортаж на тему Томилы Икрамовой. В последние годы в нашей стране достигаются значительные результаты в лечении детей с онкогематологическими заболеваниями. Для этого был принят ряд важных нормативно-правых актов, направленных на развитие этой сферы. Созданы новые специализированные центры. В результате этого показатель выживаемости детей, страдающих этим тяжелым недугом, растет с каждым годом. Но, несмотря на достигнутые успехи, впереди еще много работы. В частности, в рамках исполнения поручения главы государства по налаживанию проведения в нашей стране аллогенной трансплантации стволовых клеток костного мозга у детей, министр здравоохранения Мрлой Инойатов провел встречу с делегацией в составе специалистов немецкой организации DKMS и итальянского фонда Cure to Children. В ходе диалога гости высоко оценили осуществляемые в последние годы положительные преобразования в системе здравоохранения Узбекистана. Мы вместе с группой немецких специалистов в области онкологии и гематологии договорились о проведении в ближайшие месяцы первой аллогенной трансплантации стволовых клеток костного мозга у детей в Национальном детском медицинском центре в Ташкенте. Для этого есть необходимая инфраструктура, квалифицированные врачи. Уверен, мы обязательно добьемся успеха в проведении этой операции у детей и укреплении их здоровья. По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве по налаживанию в нашей стране проведения аллогенной трансплантации стволовых клеток костного мозга у детей с гематологическими и онкологическими заболеваниями. Совместной подготовки специалистов в этом направлении, в том числе медсестер, к развитию онкогематологической службы на основе современных стандартов. В этот же день представители делегации посетили Национальный детский медицинский центр столицы. Следует отметить, что в данном центре, построенном на основе соответствующего постановления главы государства, имеется возможность выполнять более 6 тысяч уникальных хирургических операций в год. Четырехэтажный лечебный корпус рассчитан на 280 коек, а поликлиника принимает до 250 пациентов в день. В ходе беседы с руководством учреждения зарубежные гости отметили, что созданные в центре условия для эффективного лечения детей, диагностики заболеваний и проведения лабораторных анализов полностью отвечают мировым стандартам, а также выразили готовность оказать практическое содействие в проведении здесь первой операции под трансплантацией стволовых клеток костного мозга. Наш национальный детский медицинский центр сегодня посетила группа профессоров немецкого фонда DKMS, совместно с которыми в скором времени мы планируем провести по немецким стандартам трансплантацию стволовых клеток костного мозга. Достигнутые договоренности и наше сотрудничество имеют важное значение в повышении качества жизни детей, страдающих гематологическими заболеваниями. Для справки, международные благотворительные организации Care to Children Foundation и DKMS нацелены на борьбу с раком крови и другими заболеваниями крови, подготовку и повышение квалификации специалистов в этой области, внедрение аллогена и трансплантация стволовых клеток костного мозга. К настоящему времени эти учреждения, имеющие богатый опыт в организации центров трансплантации стволовых клеток, успешно реализовали множество проектов в ряде европейских и азиатских стран.